Всем привет, вы на канале Вульфи Нитрич, разбираем обновление в Black Desert Mobile от 14 ноября, ровно месяц до дня рождения Нитрича. Такая вам информация. Значит, сегодня нам поставили ивенты, немножко от умов, немножко чего-то. В основном мы сегодня поговорим с вами про корейский патчноут, да, там поставили интересные изменения. А также хочу напомнить, что Кальфенский прием в декабре. Они уже объявили 17 декабря Кальфенский прием. Соответственно, если вдруг кто-то смотрит видео из БДОшников, то в БДО ожидается 16 декабря. Официально еще не объявляли, вроде бы как. Вот, ждем там кучу всего как по одной, так и по второй игре. Надеюсь, потому что сейчас уже вторую или третью неделю у нас в БДО контента почти, считай, нет. Также сразу давай я хочу поблагодарить наших бустеров, так сказать, сразу не отходя далеко от кассы. Благодарить наших бустеров и патреончиков за подписки. Недавно вышел видос, где я тестила узлы, прокачку узлов, в частности, есть ли разница между первым уровнем и десятым, да, там где рандомный дроп. Видео уже на канале есть и результаты тестов и следить за самими тестами можно было уже, если ты подписан на буст, у тебя был доступ к гугл табличке, в которую я вносила всю эту информацию. И уже, так сказать, недели две-три назад можно было спокойно увидеть ответ и понимать, надо качать или не надо качать. Короче, не буду спойлерить, сходите, посмотрите, заодно лайк поставьте. Вот, также, еще кусочек рекламы, вот, у нас есть страница с купонами, вдруг кто-то не знает, да, стараемся выбирать полезные, которыми бы я сама, например, пользовалась, например, ВК Мьюзик, да, или там, ну, премьер, вот, кинотеатр. Фармишь или там чем-то занимаешься, хочется что-то смотреть на фоне, включил, тут импортное кино тоже есть, не только российского производства, то есть, в принципе, можно любой фильм посмотреть. И по этому купону ты получаешь 31 день бесплатно, все. У тебя есть учетка, на этой учетке нет активной подписки, активируешь код, наслаждаешься целых 31 день бесплатной подпиской, все. Также следишь за остальными купонами, каждый месяц мы их обновляем, подбираем, ну, чисто говорится, вот, чем бы пользовались сами, то самое выбираем и для вас. Все, поехали теперь читать патчноут. И в патчноуте у нас, естественно, ивенты, давай сперва ивенты. Турнир по Атумаху. Значит, они нам предлагают, вот, каждое, когда там, ежедневно, здесь, вот, вот это время, это время сервера, то есть, вот тут внизу у нас написано, это время сервера. Вот, получается, сейчас Атумах закончился, да, вот, и вечером в 7 до 2 часов ночи опять начнется. Этот Атумах у нас, это гильдийный контент, который доступен на данном этапе, когда гильдия захватывает узел. А они сделали так, что теперь все гильдии могут в данный момент, независимо от того, захвачен узел или нет, поучаствовать в этом турнире, в этом, в принципе, в событии. Когда ты участвуешь, там, значит, задача какая? Сначала убиваются 5 животных тотемов, да, каждое животное дает определенный эффект. Вот, от гильдии в одну катку могут зайти максимум 5 человек, то есть, 5 человек заходят, и 4 других гильдии вместе с вами тоже попадают на эту катку. Вы сначала каждый убиваете свой, своего животного, а потом все идете на грифона главного. И вот там, и это все пвп-зона, грубо говоря, то есть, можно прийти и, так сказать, поубивать других. Но очки даются, в основном, за нанесение урона по грифону и убийство всяких мобов и элиток. Вот, поэтому пвп тут вообще какое-то, ну, типа, немотивированное. Максимально закидываешь мясом, чем больше вы очков набираете, тем выше ваша гильдия в рейтинге. И тем больше ты получишь потом вот этих вот очков, как они называются, знаки Атумаха, за которые потом сможешь поменять. Вот, на вот эти вот все награды, так? Вот. Но, вроде бы как, один раз в неделю один мембер гильдии может принять участие. То есть, нельзя, например, каждый день ходить, вроде как. А может и можно. Не тестила, потому что я вот видос записывала и не успела. Второй ивент создания сундука с наградами. Тут все просто. Тратишь 1 миллиард, 100 тысяч монет, 30 раз в покорение ходишь, получаешь итемки, забираешь вот такую награду. Раз в неделю. То есть, вот сейчас выполнишь, в понедельник обновляется, еще раз выполняешь. Я так думаю, что на следующую неделю, в понедельник, оно опять обновляется. Ты за первый день это выполняешь. То есть, три раза можно будет забрать, в теории. Победитель стража лютой зимы Рябоку. Пятница, суббота. Вот это время сервера. На почту придет письмо с приглашением посетить этого босса. Вот тут будет иконка. Нажимаешь, заходишь. Это будет у нас фантом, не настоящая Рябока. Рябока это босс гор зимы этой, да, зимней локации. Но я, вот сколько она была, ни разу никто из моей гильдии не выбивал, не хвастался, не звал. Нигде не видела объявления о том, что там, например, появилась Рябока, кто-то там призвал, приходите убивать. Ничего такого не было. Не знаю даже вообще, убивал кто-то ее или нет. Вот, ну и дальше вот такой еще ивент. Гильдийные задания выполняешь. На босса гильдии сходишь, забираешь награды. Также обновляется все в понедельник. И я так понимаю, что учитывая, что тут здесь 12 дней, то в следующий понедельник, то есть, получается, через неделю, третий раз, как вот с вот этим ивентом, да, не получится сделать. Потому что тут 13 дней, а тут 12 дней. Собираем еще неделю дубинки, меняем. Но, видишь, с дубинками они теперь опять сделали хорошо, что может у тебя будет неделя на запас поменять их. Проходишь истории, еще есть целая неделя, чтобы добить истории, да, акции ежедневных миссий тоже выполняешь. Обновляются раз в неделю, в понедельник. Ну и два календарика. Вот, два календарика, все это участвуем. Что касается Атумаха. Вот в данный момент это у нас ивент, да, где доступно всем. Также они хотят провести... Так, они хотят провести, типа, чемпионата между гильдиями. То есть, от каждой гильдии выбирается один, пять участников. Вот, и они будут потом участвовать, соревноваться, я так поняла, на арене. Вот, ну, какая такая движуха. Вот, если сюда нажать, сейчас я тебе открою этот ивент. Чтобы точно дать информацию, чтобы тебе не пришлось лезть на сайт. Вот, смотри. Станьте сильнейшим при Атумахе. Вроде бы это оно. Вот, смотри. Нет, не оно. Где-то было написано про этот чемпионат. Ну, вот он сейчас будет на английском языке, я так поняла. Короче, от каждой гильдии будет пять человек представляться. А вот, смотри. Америка, Европа, Азия. Это у нас, я так поняла, подача заявки. Дальше это уже у нас начинаются какие-то, может быть, отборочные. И потом дальше уже финал, 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 полуфинал и так далее. Вот, что по наградам. Подать заявки, вот можно по этим ссылочкам. По наградам. Значит, победители получают 2000 черного жемчуга на гильдию. Каждый, я так понимаю. Потом персональные люди, которые участвовали, 20 тысяч черного жемчуга. Декорация в лагерь. На 7 дней Йонг Голден Дракон, Тир 7, ой, Тир 7 Дракон, золотой, молодой. А Тумах Турнамент Чемпион, это на ститул, да? Ранерап 3D, это второе, что ли, место, да? Для гильдии 1000 черного жемчуга, 15 на каждого, 7, седьмой питомец, титул. Получается, без украшения в лагерь. Третье место, 1000 всей гильдии, 8000 каждому. Другой титул, да? Четвертое место, по 500 на гильдию. 6 лично, седьмой питомец, титул. По 500, 4000. Полуфиналисты титул получают. И просто участники тоже получают титул. Короче, на халяву жемчуга не дадут. В общем, хотите участвовать, так сказать, участвуйте. Но я не думаю, что если здесь у нас будет усредненный БС, то на турнире, скорее всего, все будут с оригинальным БСом. Так, дальше. Знания. Значит, смотри, они добавили вот такую штуку. Ты заходишь в знания, допустим, да? Вот у меня есть условно, вот, в грани, да? Неполученное знание. Добавили ножки. Я сразу такая думаю, ой, ну все, значит, не нужно делать больше гайд. И смотри, куда оно меня ведет. Оно меня ведет просто к телепорту. Оно мне такое говорит, все, где-то тут, вот тут где-то, есть это знание, ищи. Вот. Но если касается, например, экологии, то есть ты конкретного моба идешь бить, то тебя приведут к мобу. Если к НПСу, то тебя приведут к НПСу. Вот такая история. Дальше. Испытание Аля, по-моему, да, это у нас про открытие пустыни. Вот. Изменили условия. Изменено на доступно после пробуждения Черного Духа в Великой Пустыне для героев 20 тысяч и выше. Вот. Соответственно, в сезоне тоже поменяли задание. И из анонсов. 21 ноября. Поменяют некоторых мобов в горах Вечной Зимы. Ничего интересного. Также. 21 ноября. Изменены условия перехода на другой канал в случае превышения определенного количества участников в горах Вечной Зимы. Я так понимаю, это касается не вот этой вот новой локации, которую в Корее... А, вы же не знаете еще. Сейчас я вам расскажу, что в Корее поставили. Короче, смена канала для меня до сих пор загадка. Я через лагерь и друга меняю канал. То есть такое. Атумах. Вот. 21 ноября. Будет изменено условие. На прошлой неделе они сделали это в Корее. Соответственно, как было там. Сейчас. Если ты владел узлом на прошлой неделе, то ты на этой неделе можешь поучаствовать в Атумахе. Сделаю так, что если ты сейчас конкретно владеешь узлом, ты можешь сходить в Атумах. Если ты узел потерял, в Атумах ты больше попасть не можешь. 28 ноября будет обновлен журнал «Путешествия в Великой пустыне». Тоже мы в Корее это смотрели с вами. Там будут условия для открытия храмов. Не находясь в пустыне, я вам не могу показать. Короче, будет... Вот у нас сейчас как? Есть рандомные там 6 условий. Каждое условие открывает определенный храм. При этом у нас есть задания в пустыне. Там типа зафармить такой-то храм, убей 500 таких-то мобов, убей 500 других, сделай 10 раскопок. Ну вот такие задания. И от них у нас открываются великие храмы. И они сделают так, что маленькие храмы будут тоже открываться по заданиям. Место расположения этих храмов будет фиксировано. То есть всегда будет известно, где какой храм. То есть, по сути, отпадет необходимость каждый раз искать информацию, какие же задания открывают храмы и где находятся эти храмы. То есть они это все дело упростят. Но в Корее параллельно с этим сделали миражи, что миражи будут менять местоположение. Вот так вот. И нам уже в декабре, то есть 28 ноября, обновят нам, но при этом использование пустыни после 28 до 30, то есть вот эти 3 дня, будет нельзя использовать. Так что я вам советую обязательно до 28 числа закрыть все храмы, все задания, все позакрывать, потому что если вы отложите на последний день, то вы этого просто тупо не сделаете. Вот. Что еще у нас? Вот такой костюмчик нам добавили. Вот. И, собственно, магазин. В магазине нас ждут вот такие наборы. Если кому-то нужна помощь с пополнением счета в Black Desert Mobile, например, вот за сезон, да, еще кто только недавно стартанул, сезонная подписка дает очень офигенные бусты. И если нужно помочь пополнить, купить эту подписку, то обращайтесь ко мне в Дискорде. Также, к слову, если вдруг у кого-то есть хороший аккаунт в Black Desert Online, или, например, вы забили на БДМ, хотите ворваться в БДО, то можно обратиться к Нитричу по поводу покупки или продажи аккаунта в Black Desert Online. В общем, вот такие наборы, да, и стандартные наши обычные наборы. Вот это, кстати, хороший тоже наборчик. Любую вещь покупаешь и получаешь... Ой, нет. Где он? А, ну вот, да, правильно. 10 тысяч черного жемчуга за 800 рублей. Это вообще халявка. Считай. Давай теперь Корею почитаем. В Корее у нас что? Вот. В горах вечной зимы сделали вот такие шляпы, разложили. Это называется портал ведьмы, в котором ты можешь подойти, например, заюзать его и, так сказать, зайти в закрытую локацию. Если кто-то играл в БДО, то это аналог комнаты Марни, но она не эксклюзивно твоя. Сюда могут зайти определенное количество людей. Как только этих людей станет больше, чем надо, да, то есть вот, например, первый игрок зашел в локацию, все, он тут первый. Второй заходит вот так же, и он попадает к первому. И, например, накапливается там 10 человек, все, 11-му уже места нету. Он создает новую такую локацию. Ну, в общем, как-то так это будет работать. И эти портальчики, они будут по всей абсолютно карте на каждого моба. Вот. Точно так же там тратится чай, точно так же все эффекты, все работает. Единственное, что у зоны есть, вот видишь, такая, типа, как край. И если ты выходишь за этот край, то ты, как бы, попадаешь в общий опять мир. Вот. Из этой зоны нельзя в ближайший город отлететь, можно только будет в столицу, в Двинкрун полететь. Нельзя использовать автопуть, то есть тебе, например, точку засемленную нельзя будет добраться до нее. Ну, и что еще? Еще что-то нельзя будет, ну, там такое, типа, незначительное. Вот. Еще в Корее уже упростили задания в зимней локации. Если мы сейчас должны сделать три задания, чтобы получить три чашки чая, то там они сделали, что получаешь вот такой сундучок, в котором три чашки чая. Вот. То есть просто теперь одно задание. Что касается классов, значит, страйкер апнули в ПВП и ПВЕ. Вот. Гладиатору, как мне сказали, это у нас берсерк, ему, значит, защиту снизили, урон увеличили и в плюс ПВЕ еще апнули. Затмение это у нас ланка, судя по всему, ее апнули в ПВЕ. И лучник тоже его апнули в ПВЕ немножечко, а вот это вот у нас маева вроде как, тоже вроде как апнули в ПВЕ. По поводу храмов. Переделали немножечко бафы. Смотри. Я так понимаю, это стартовая. У нас сейчас 1000, да? Ты когда первый уровень АП, что ты получаешь 1000. Будет стартовая 1200. Защита 1200, 4000 ХП, ну и вот эти все остальные бонусы. У них это вот 21 числа. Что-то еще сделают. Вот, во вторник 21 числа у них. А, рекомендуемое отображение защитной энергии будет добавлено во вторник. Не знаю, что это значит, но что-то добавят, посмотрим, узнаем. В Атумахе тут ничего интересного нам больше всего добавили. Ну и вот такой у них костюм. Так сказать, все. С обновлением разобрались. Спасибо огромное всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, приходите на стримы по вторникам. Вот сервера у нас запускаются в 3, иногда запускаются в 2, иногда еще раньше. Но стримчик я всегда стартую в 3. Потому что я тоже, знаешь, как вот сидеть и там, типа, я еще сижу там, условно не пообедала, а они уже сервера запустили, а я еще не готова. Поэтому я всегда запускаюсь в 3. Точнее, я сменяю Нитрича, так что оповещения о моем стриме не приходят. Просто приходите и сидите, ждите, когда я появлюсь. Вот так вот. А Нитрич на разогревке у меня. Всем хорошего дня. До связи, до встречи в следующих видосиках. И на просторах игры. Пока. Пока.